Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, братья, сестрицы, отцы и матери, мужи святые, жены мироносицы, всех приветствую во Христе, всем желаю радоваться, спасаться Боге нашим, сущим над всем Творцем Иисусе Христе. Давайте помолимся и я немножко поговорю. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, сущий над всем Бог, Творец неба и земли, всеувидимого и невидимого, источник жизни и всякого блага, хлеба и вина, земного и небесного. Господь мой и Бог наш, начальник жизни и податель всякого блага, всякого счастья и на земле и на небе для человеков. Господи, Духом Твоим святым, Духом истины и любви, радости и мира, веры и долготерпения, кротости и упования, что истинно и полезно, на пользу каждому, подорованным от Тебя талантом, открой нам и покажи, и пододаешь всем просящим просто и без упрека. И благослови сию трансляцию, уста говорящего, уши всех слушающих и блаженные руки всех печатающих. И да прославишься Ты и имя Твое святое, явленное Тобою на кресте, в которой есть любовь. И да откроется помышление многих сердец и узрит всякая плоть, славу и величие, а главное, божество Твое, воскресение Твое. И оттого будут уповать на Тебя все народы. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Христос посреди нас, братья и сестры. Ну что, я решил по причастию записать ролик. Там и пытают меня иногда, как ты причащаешься, а что ты не причащаешься. Вот. И всем лень посмотреть там ролики. Я решил еще ролик такой побольше записать конкретно, по крайней мере, на данный момент. Вот. И кое-что сказать. Вот в некоторых, не знаю, как их называть, традициях, конфессиях, сектах. Сектах – это секторы, все мы разделились. Все стадо Христово разодрали на клочочке. И вот бытует такие три учения. Либо причащаются мертвой плоти и крови Христовой. Ибо кто знает, как совершается... Ну я бы ее назвал, на самом деле, конечно, черной мессой, да, что творится в так называемых кривославных храмах. Там закалывают Христа, да, и вот я вот много раз священников спрашивал. И вот, как бы, богословы, есть три теории, которые они выдвигают. Что либо причащаются мертвого, кто-то не согласен, они говорят, нет, мы причащаемся живого Христа. Ну как там они от него отрезают, от живого, я не знаю. На небе или как они там все это делают. И есть еще третья группа. Это те, которые говорят о том, что, согласно учению Павла, который Тимофея учил о том, что великого благочестия тайна, Бог стал хлебом и вином. Не Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, явил свою славу. А Павел учил Тимофея реинкарнации, что великого благочестия тайна, Бог стал хлебом и вином, да. Вот есть такая теория, что мы вроде бы какого-то чудного хлеба, непонятно какого, откуда у него там ум и сердце в этом хлебе. Ну, в общем, вот три чудные теории. Я их не исповедую и не причащаюсь таким образом, потому что я не мертвого Христа не причащаюсь. То есть я не каббалист, я не мертвое мясо не ем, не живого мяса не ем. И я не ем какого-то хлеба, у которого должны быть уши, рот или что. Каким образом хлеб стал, соединился с человеком. Я что-то этого, хоть и с Бога человеком, понять это в моей голове лично. Для меня великого благочестия тайна, Бог явился во плоти. Поэтому я не знаю, кто там чего причащается. Я этого точно не причащаюсь. Есть еще одна теория отдельная, что просто воспоминают. Чего-то там воспоминают, сами не могут вспомнить, что воспоминают. Но что-то воспоминают. И что-то от этого происходит. Я лично, сидя на тайной вечере с Господом нашим Иисусом Христом, кстати, у меня картинка есть, я ее не совсем подготовил. Но вот так вот мы ее сделаем. Я с Господом нашим Иисусом Христом причащаюсь и с апостолами на тайной вечере самого Бога. И причащаюсь я его верою и любовью. И вот, чтобы это посмотреть, вы все прекрасно помните Евангелие чудное от Иоанна. И мы его сейчас посмотрим. Все, конечно же, помнят прекрасно эту чудную Господню проповедь. Причем в храме. Даже не тогда, когда он после насыщения хлебов, да? А в храме проповедовал и говорил, что я есим хлеб жизни. Верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есим хлеб жизни. То есть верующий имеет хлеб жизни. Хлеб же, который я отдам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Едущая мою плоть и пьющая мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Да? Все знают эти слова. Не едущая мою плоть и не пьющая мою кровь не имеет жизни вечной, да? Но Господь говорит и заканчивает свою проповедь до Тайной вечери. Мы прекрасно знаем, как написано Евангелие на Богослово. Оно написано первой, ровно половина, 12 глав написано о вере. И остальная часть, начиная 5 глав с 13 по 18, о Тайной вечере. Господь говорит, что слова мои. Дух животворит, Духа животворяет, Святой Духа животворяет человека. А плоть никакой пользы, тут, кстати, это синодальный кривой перевод-то. А плоть никакой пользы не дает, помышления плотские. Не пользует немало, польза. Там есть другие переводы, кто захочет, найдет, посмотрит. Слова, которые я говорю вам, суть Дух и жизнь. Дух и жизнь. Понятно, да? Поэтому эти люди, которые плотские, они никогда не поймут этого. И мы прекрасно помним, что Господь, а если вот кто не видит, вот у меня есть такое, так скажем, содержание всего Иоанна Богослова. Да, вот мы видим прекрасно, что, ну, первая глава, там, Бог благ, человек зол. Образ благовестия через свидетельство в виде Иоанна Крестителя мы видим, и учеников, которые приводили ко Христу, а не к себе, да, и говорили, пойди, посмотри. Мы не можем ничего сказать, мы можем просто человека привести ко Христу. Это делали все ученики его. Господь дает семь знамений, двенадцать глав. Иоанн Богослов очень хорошо это показал. Первое знамение вино превращает, второе исцеляет, еще раз там исцеляет, вы помните, прокаженного исцеляет сына, умножает хлеба, ходит по морю, исцеляет слепорожденного, да, вот слепые никогда, духовно слепые никогда не узрят Господа и воскрешает даже Лазаря. И когда эти образы, потому что внешне все в образах и символах, и притчах, поэтому Господь и говорит в притче, образ и символ. Я есть хлеб и вино, это образ и символ. И Господь говорит притчи, Алазия, я есть дверь. Что же мы в дверь-то не входим? Вошли в дверь и причастились к Господу. Это символы и образы для всех внешних. И заканчивает он эту двенадцатую главу страшными словами. И затем вы заметили, я надеюсь, начинается тайная вечеря, и она продолжается. Иоанн Богослов с тринадцатую по сенадцатую главу ученикам Господь уже разжевывает. Уже словами прямыми. И то, как мы знаем, они его не понимают. Но Господь говорит, сейчас вы не понимаете, но то, что я вам делаю, уразумеете позже. Хотя на самом деле и еще потом сам толкует это. Евангелие не надо толковать, его просто надо внимательно читать. Больше делать ничего не надо. Господь сам дает символы, притчи и образы. Сам говорит прямыми словами и сам свои слова всегда толкует. Кто читает внимательно благую весть для спасения каждого человека, это увидит. То же самое надо делать с посланиями апостольскими. И вот мы видим, как заканчивается двенадцатая глава. Господь говорит, что верующий в меня, вот вы видите его оканчивающие такие страшные слова. Верующие в меня, не в меня веруют, но в пославшего меня. И видящие меня видят пославшего меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. Всякий, кто верует, уже во свете. Надо это понять. Никаких посредников не надо. Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его. Ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Мы всех судим на свете. Господь сказал, что если только кто услышит слова и не поверит. Тех, кто не слышит, мы вообще судить не имеем права. Их Бог даже не судит. Бог даже не судит тех, которые слышат. А мы судим всех внешних, которые даже не слышали. Эти сатанисты, там все сатанисты. Так они и не веруют. Господь говорит, если кто услышит мои слова и не поверит. Поэтому наше дело сеять, сеять это слово везде. А не осуждать всех на свете. Потому что и Бог не судит даже тех, кто не поверит. Он говорит, я не сужу его даже того, кто услышит и не поверит. Если услышит, если вы пойдете, додумайтесь все-таки радостной вестью поделиться. И не пойдете, я не сужу его, того, кому вы это слово проповедовали. Ибо я пришел не судить мир, но спасти. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его. Судить будет Господне слово в последний день. Бог не судья. Этот свет, который откроется, этот бич любви, сам осудит человека. Сам его сожжет, грубо говоря, как огонь сжигает солому. Это страшно. Надо подвязаться в спасении. Конечно же, надо уверовать. И веру свою являть делами любви. Это естественно. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. И так, что я говорю, говорю, как мне сказал. И заметьте, для неверующих, для тех, кто похулил его, ибо прежде этого мы видим, что иудеи до чего дошли, до каких безумий. Что сказали, положить, убить не только Христа, мы вот выше можем прочитать, да. Положили, где-то тут. Вы помните, да, в 12-й где-то главе Господь. Многие из иудеев узнали о том, что он последнее знамение, воскрешает четверодневного мертвого человека. Многие из иудеев узнали, что он там. И пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Перезреченники же положили, убейте Лазаря. Не только Христа, но и Лазаря. То есть, по сути, они понимают, что это обличение, они убивают даже Лазаря. То есть, получается, они верят в его, признают в воскресенье. Потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Потому что ради Лазаря, видевший Лазаря, ради того, что его увидели и уверовали. Это же страшно. Представляете? И Господь им уже не говорит. Им только притчами, образами и символами. И говорит, что слова мои суть, дух и дух. И говорит, что заповедь, которую мне дал Отец, есть жизнь вечная, но заповедь эту он рассказывает уже словами. Хоть и не особо разумным таким, как мы. Хотя и мы не особо далеки, как мы видим, да? По жизни и всей истории даже новозаветной. И вся тринадцатая глава начинается. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонова и Скориоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воду в имувальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Петр возмущается. Что ты делаешь? Как ты умываешь мне ноги? Господь ему говорит. Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь позже. Мы не видим этой любви Христовой никогда. У нас глаза ослепли. Если не умой тебя, не имеешь части со мною. Тот, кто делает любовь, тот имеет часть со Христом, тот ему причащается. Тот, кто умывает ноги любящим его. Тот, кто прилепляет уши противящимся ему, неблагодарным и злым, которым исцеляет, они даже не возвращаются. Вот кто причащается, имеет часть со Христом. Мы тот, кто своими ненавистниками, который готов разорвать всех на свете ради какой-то лживой истины в своей голове. Только те, кто распростирает руки, причащается и имеет часть со Христом. И Господь Сам свои слова толкует на будущее. Пусть они не разумевают, это сделано для них, потом разумеющих Духом Святым, и для нас, читающих и вкусивших Божью благодать, и уверовавших, крестившихся, принявших Дух Святой со всеми Его дарами, и уже с открытыми очами души и сердца, читающими Евангелие. Итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Господь во всем нам показал пример, как иметь часть с Ним. Его больше нет на земле, мы Ему ноги умыть не можем, но Он нам показал пример, что мы умываем ноги любящим нас, хоть и не всегда. Бывают и любящие нас, и обманывают, и подвоят, то есть тоже не любовь, а мы любим их. Мы любим тех, кто нам противится, тех, кто неблагодарные, злые люди на свете, вот он злодей, он там нехороший, алкогол, мы всех любим. И даже тех, кто нас убивает, мы их любим, и перед ними распостираем руки. Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Заповедь новую даю вам, и уже ученикам своим, тем, тем святым людям, нам с вами, людям, царственному священству, взятому в удел, народу Божьему. Господь уже, кто хочет сидеть со Христом, кто уверовал в Него, садится в эту тайную вечер. Тот, кто не уверовал, пребывает вот в этих 12 главах Иоанна Богослова. Тот, кто только уверует, хотя и им Господь, как помните, Он сказал, идите благовествуйте, но кто не примет вас, все равно скажите, все равно приблизится к вам царство. Господь им все говорил, все эти семь знаменем, о чем говорят, исцеление, воскрешение, именно об этом говорят, что Бог есть любовь, и что эта любовь есть именно Бог, именно имя и существо своего Бога. Потому что все эти дела, исцеление, воскрешение, напоение вином, напитание хлебом, ну как не дела любви? Конечно, дела любви ко всем, причем, и злым, и добрым, и благим, и неблагодарным. Господь показывает. Но те, кто не хочет принимать эту любовь, не хочет веровать в нее, не хочет, если я уверую, моя жизнь это мои мысли, мое мировоззрение, мое учение, если я приму, то я же должен буду жить в любви, а я не хочу любить никого. Поэтому эти люди и отвергают Христа, поэтому эти люди не садятся со Христом. Но пусть те, которые до конца не могут любить и не понимают этого, все того, что Бог есть любовь, Господь напрямую говорят тем хотя бы, кто поверовал. Почему наше дело у веровавших, уже вкусивших, якобы, Господь, исполнившихся Духа Святого и даров Его, даров проповеди, мы должны благовествовать и говорить, что сядьте со Христом, просто поверуешь, и Господь примет тебя в горницу, и там дальше ты все услышишь. А в горнице говорит Господь, уже говорит заповедь, которую ему дал Отец, о чем внешнем не мог говорить, ибо они уже в сердце положили убить и его, и Лазаря, чего им говорить, им уже бесполезно говорить словами. Хотя он делами уже наперед, Господь сначала являет делами, а потом говорит словами, и потом свои слова еще разжевывает. Вот все эти 12 глав Евангелия от Иоанна, Господь показывает нам это все. Господь показывает, что Он есть Бог, потому что такие чудеса творить, воду в вино превращать, хлебы умножать. Исцелять, воскрешать может только Бог, и этот Бог мы видим по его делам. По делам, Господь, по плодам судите, и признайте плод хорошим, и тогда дерево хорошим. Если дела любви, значит Бог есть любовь. Как это не дела любви? А чего это дела-то? Это дела любви, и никакого и не дела, и не любви ради тщеславия. Бог себе никакой славы не искал, ничего не хотел. Его хотели сделать царем, он уклонился после этой проповеди на горе, там, когда хлебы преломил, его пошли, все царем хотели сделать. А он говорит, а он убежал, уклонился от них. Бог есть любовь, ему ничего не надо. Это источник жизни и всякого блага. Поэтому тот, кто хочет сесть со Христом, сначала должен уверовать, конечно же. И эти дела, поэтому Господь потом тоже учится, сотворить потом, научить. Как мы будем творить, если мы всех злословим осуждаем, да? Мы должны истину нести. И это истина веры, по которой человек садится в горницу и слушает прямые слова Христа, и еще и разжеванные. Прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Не как кто-то возлюбил, не как Павел, не Петр, не Иоанн, не Богородица, не святые, не ангелы, как Христос возлюбил нас. Поэтому мы и толкуем потом, положи душу и давай рубить всех еретиков и всех иноверных, и всех иноземцев. Мы же патриоты своей страны. А Господь кого рубил-то? Если мы будем на Христа смотреть, мы никогда его слова исказить не сможем. Душу свою положить, это не с мечом положить, а руки распростереть перед врагом. Ибо Господь это сам сделал. Заповедь новую даю вам, любите друг друга, как я возлюбил вас. Не как дядя Степа, нам никто не нужен, только Христос Бог. Мы его образ и подобие, а не Павла, не Аполлоса, не Кифова. Потому узнать всем, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Никакой больше нету признака учеников Христовых. Вера и любовь. Но вера уже понятна, потому что он говорит уверовавшим, ибо они сидят с ним в горнице. Естественно, чтобы сесть в горницу, условие это вера. Это желание пойти за Христом, когда он призывает, идите за мной. Господи, куда идешь? Опять Петр его спрашивает. Куда я иду, вы знаете и путь знаете. Вот он путь. Умываем ноги. Веруем, веруем сначала. Садимся в горницу, слушаем эти слова. И по его образу и подобию поступаем. Я есмь путь истины и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы Отца моего. Вы отныне знаете его и видели его. Если мы пойдем, почему мы не придем никогда к Богу через мусульманство еще? Да нет там жертвенной любви. Это там везде. Патриотизм, убийство еретиков во всех сектах. Только кто идет за Христом, тот познает истинного Бога, который есть любовь. Потому что образ Отца это лишь тоже образ. Бог единый, Отец, Сын и Дух Святой это лишь образы и символы. Образ Отца это образ ума, образ сущности невидимый. И эта сущность есть любовь, познается она только делами любви. Только умыванием ног любящим, только благотворением и неблагодарным и злым. И только распростирание рук своих даже перед своими убийцами и ненавистниками. Видевший меня видел Отца, познал любовь. Видеть значит познавать. Верьте мне по самим делам. По самим делам мы видим эти дела. Семь знаменей какие, великолепный Иоанн Богослов показывает, концентрируя свое Евангелие на этом. Показывает потом восьмое дело, само воскресенье, когда Господь сам себе дает жизнь. Потому что жизнь имеет в самом себе. Верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше их сотворит. Если чего попросите у Отца во имя мое, ради любви, вы же помните, апостолы говорят, если просите ни на благое, ничего вам не даст, то сделаю. Да прославится Отец, то есть любовь, в Сыне, в каждом из нас, мы все дети Божьи. Мы прославляем Бога любовью, как и Господь крестом, то есть любовью, явил нам имя Отца. Если чего попросите во имя мое, то я сделаю. Если любите меня, и начинается Таинство Причастия. Господь им раскрывает Таинство Причастия. Ну и Иоанн Богослов Духом Святым нам передает слова Господа, ибо сам был учеником и свидетелем на этой Тайной Вечере. Вот оно, Таинство Причастия начинается. Запомните, вторая половина, на самом деле вся 14 глава, слова, которые суть дух и жизнь. Теперь Господь говорит прямо, не в образах хлеб и вино, не дверь, не пастырь, не лоза и ветви, а говорит прямо. Если любите меня, то есть кто из любви, просто из любви, поверив в меня, по желанию святости, понимая, что закон бытия есть единство всех людей по закону любви, и говорит, если любите меня, то есть если вы христолюбцы, соблюдите мои заповеди. А заповедь мы только что слышали, да любите друг друга. И я умолю Отца, и даст вам другого утеш, что ли да пребудет с вами вовек. Только любящим. Заповедь дарования Духа Святого дана с обетованием только на Тайной Вечере. Никогда мы молимся, мы Дух Святого получаем, никогда постимся. Я уж молчу про плоть, когда там чего-то кушают, муки или там вина или сока, что там пьют-то. Только когда соблюдают заповеди, а заповедь его одна, чтобы мы любили друг друга, все. И только эта заповедь на Тайной Вечере дана с обетованием стяжания Святого Духа. И я умолю Отца, и даст вам другого утеш, что ли да пребудет с вами вовек Духа истины, которую мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет. Все, кто хотят, он во всех будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам, еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. Бог живой, а не мертвый. В тот день узнаете вы, что я в отце моем, и отец во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот христолюбец, тот любит меня. А кто любит, кто христолюбец, кто любит меня, Христа, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Бог является, только кто из любви к нему делает дела любви. Кто любит меня, тот соблюдает слово мое. И отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Только кто из любви ко Христу соблюдает его слово, то есть хранит веру и возделывает себя делами любви. Но Бог взращивает, человек трудится, а Дух Святой в нем раскрывается. И ему все легче и легче делать любви. Он все больше и больше исполняется от них радости мира, от этих дел. Бог все больше и больше преображает его природу, и он уподобляется самому Богу, который готов всем умыть ноги, который готов всем неблагодарным и злым благотворить, и который готов всем своим убийцам распростереть руки и благотворить. Ибо те, которые распинали его, живы. Они не умерли, у них не отсохли руки, не отсохли ноги, не отвалились. У них дома были здоровые жены, дети. Они играли в карты, пили водку. Бог благотворит даже тем и дает силу. И дает силу такую, какую хочет человек, чтобы ударить Христа с той силой. Кто давал, вкладывал силы в руки тем, кто бил Христа по щекам? Кто давал силы тем, кто вбивал ему гвозди в руки? Кто давал силу тому в руки, кто пробивал его копьем? Бог дает ему. Бог даже своему убийце дает силу в руки. Вот какой любви нам заповеданно уподобиться и усовершиться. А не судить всех на свете. Вот какой Евангелие мы узнали. Вот какой Евангелие написано в сердцах каждого человека. Ибо Бог есть природа бытия. Природа бытия – любовь. И только живя в любви, в Боге пребываем. Не любящий меня, не христолюбец, не соблюдает слов моих. Слов же, которые вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Что это сказал я вам, находясь с вами? Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему. И напомнит вам все, что я говорил вам. Я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, если бы вы были христолюбцами, то вы разрадовались бы. Потому что я сказал, иду к Отцу моему. Ибо Отец мой более меня. Что это значит? Почему мы должны радоваться смерти Христа? Да потому что Он воскрес. Оказывается, бессмертие – такая же очевидность бытия, как и любовь. И значит, мы все бессмертны. Значит, нам нечего теперь страшиться. Конечно, мы радуемся не смерти Христа и распятию, а жизни, которую познали в воскресенье. Без любви и без меня, Христос говорит, не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, то есть в любви, извергнется вон. Рассказывает, как ветвь на лозе-то. Если плодов нет, то такая ветка трубается. Вера – лишь привитие. Вот они посидели, апостолы, и мы знаем. Иуда вышел и предал Господа. Не принес плода любви, а наоборот ненависти. Предл Христа. Вера – это лишь условие. И только любовь соединяет человека с Богом. Господь не говорит, кто верует в меня, во мне пребывает, и я буду в нем. Нет. Жизнь имеет, да. Да, веточку. Жизнь – это образ лозы, когда Господь хорошо рассказывает. Что такое лоза? Что такое ветви? Что такое тайна плода? Да, веточка лежит на полу. Она мертвая. Да, садовник, виноградник берет ее и прививает к лозе. Бог есть лоза. Отец – образ корня, да, под землей, никогда невидимая сущность Бога. Христос есть лоза. Великого благочестия тайна Бог явился во плоти, а не стал хлебом и вином. Привили веточку. Хорошо, она привилась. Она имеет жизнь. Она цветет. Она немного-много листьев, как Господь говорит на смоковнице. Второй образ. Это все образы разные, об одном и том же говорящие. Да, эта веточка есть. Много-много. Весь виноградник, знаете, разросся. А плодов нету. Садовник такой берет и начинает их нещадно косить. А плод любви, он сказал, идите, приносите плод любви. Плоды дела любви. Это есть плоды. Плоды духа, любовь, радость. Радоваться – значит, я в духе святом. Я в мире, а не в ненависти. Я в духе святом. Я в кротости, а не в раздражительности. Во мне дух святой, дух, и я в духе. Я долго терплю все скорби и трудности. Я в духе, дух во мне. Я милостивый, я уповающий. Дух во мне, я в духе. Все очень просто. Это образ лозы. Ничего там мудреного нету. Тем прославился Отец мой, если вы принесете много плода и будьте моими учениками, а ученики, которые любят. То есть плод – это и есть дела духа. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, а заповедь есть и говорит дальше, прибудьте в любви моей, как я соблю заповеди отца моего, пребывая в его любви. Это я сказал вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Это и есть, а заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас, как я. Не как дядя Степа, апостолы или святые, так называемые, не святые. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, не мечом, а как Господь положил, а он меча не брал в руки, ни пистолета, ничего на свете. Вы, друзья мои, если исполнять то, что я заповедую вам, а заповедую вам, да любите друг друга. Когда же придет дух, утешитель, который я пошлю вам от отца, духа, истины, истина, духа, а не лжи и заблуждения, которые от отца исходят, он будет свидетельствовать обо мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной. Так что, братья и сестры, у нас сначала духа исполнится, а духа святого исполняется тот, кто из любви любит все на свете и всех его окружающих, и растительный, и животный, и разумный мир. Только тогда этот дух будет вас свидетельствовать, и мы и будем свидетельствовать, но прежде дух. Так что вот так вот. Вот что значит слово-то и дух. Вот какая заповедь-то отца. Уразумели это апостолы на Тайной Вечере, как мы считаем? Вот мы прослушали. Вы помните, Петр выходит, давай уши рубить, кто побежал, разбежали все в разные стороны. Уразумели? А я вам скажу, что уразумели. Давайте посмотрим. Апостол Иаков. Какой же закон? А закон царский, если вы исполняете закон царский, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете. Вера без дел любви мертва. Апостол Петр. Вы помните, как начинается второе послание. Петр, раб и апостол. Раб это тот, кто делает. Апостол, вестник, тот, кто учит. Это по заповеди Божьей. Сотвори, научи. Насначала самим любить, потом любви учить. Петр, раб и апостол, то есть творит и учит, принявшим Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру. Принявшим сначала веру. Конечно, только после этого мы садимся в горницу со Христом. Во святая святых, а то там придумали святая святых за стенами, где ни Христа, никого не видно, ни жреца, который там черную мессу вытворяет. Мы со Христом в горнице сидим и созерцаем Его и всех Его учеников. С нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам доумножатся в познании. В познании библейское слово всегда это соединение. И Адам познал Еву, так начинается Библия, человеческая история. Познать значит соединиться, теснейшее соединение человека с Богом. Благодать вам и мир доумножится в познании Бога, Иисуса Христа, Господа нашего. Как она, как умножится познание, как соединиться с Богом, как умножать это соединение, как еще более тесно с Богом соединяться, причем не лишая своей природы, своей личности, любовью. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Бог есть любовь, ибо через познание призвавшего нас славу и благодатью, которыми даровано нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками, причастниками божеского естества, соединяться с божественным естеством, а это естество явил нам Христос, который есть любовь, можно только любовью, то есть удалившись от растления господствующего в мире, растления похотью, вы следите вот за текстом. То вы, прилагая к этому все старания, покажите в вере вашей добродетели, в добродетели рассудительность, в рассудительность и воздержание, воздержание терпения, терпение благочестия, благочестие и братолюбие, а братолюбие и любовь. То есть причастниками божеского естества мы становимся каким образом? Удаляясь от греха и творя по вере нашей дела любви, именно любовь делает нам причастниками божественного естества, которое по вере, которое в нас умножает и раскрывает эту любовь. Ибо Бог бесконечен и в макро, и в микро. Любви нет предела, совершенству нет предела. Павел хорошо писал, я знаю, что вы любите всех, но помните, что в любви нет совершенства в познании, в конечности познания несовершенств. Поэтому он говорит, будьте, стремитесь к вечному совершенству. Если у вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании, в познании соединения Господа нашего из Христа. Если у нас есть вера, вот эти слова, вере, любовь, это сейчас мы дойдем, Павел говорит, если у вас есть и это и умножается, вы не останетесь под, что это? Вера, действующая любовью. Без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в коем нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл о почищении прежних грехов своим. Потому, братья мои, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Роль апостолов очень простая. Благовествовать истину. Потому, я никогда не перестану напоминать вам об этом. О чем? Об этом. Ни сказки предания человеческие, ни басни бабьи, как Павел и все остальные апостолы пишут. Ни предания человеческие. А никогда не перестану напоминать вам об этом. Об этом. О том, что причастниками Божеского истинства становятся любовью по вере. Через веру, естественно, сначала. То и знаете. И утверждены в настоящей истине. Справедливо же, почитаю, доколь нахожусь в этой телесной храме. И побуждать вас напоминанием. Я уж про Иоанна Богослова, да? Будем говорить? Конечно, будем. Благовестие в том, что Бог есть свет. И нет в нем никакой тьмы. Бог есть абсолютно. Свет, свят, божество, истина. Это все одно и то же. Это любовь. А благовестие, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Благовестие очень простое. В том, что Бог есть свет и любовь. И значит, если Бог такой, а мы образ и подобие, кто читал первую главу сотворений, вторую и третью бытия, да? Сотворение мироздания и человека в частности, тот знает, что мы образ и подобие Божий. Поэтому благовестие очень простое в том, что Бог – свет, который есть любовь. А потому мы должны что сделать? Любили друг друга. Причем Иоанн Богослов хорошо говорит, который вы слышали от начала. Потому что Бог еще в раю дал заповедь, возделать и хранить свое древо жизни, Духа Святого, который внутри был с самого начала. Это Дух Святой, сущий над всем, благой Бог, любовь Иисус Христос. Мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Мы перешли из смерти в жизнь не потому, что мы что-то там непонятного, реинкарнацию какую-то, не мертвой плоти и не живой какой-то непонятный вкушаем. Мы потому, что мы любим братьев, мы перешли из смерти в жизнь. Не любящий брата пребывает в смерти. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою и положил не с мечом в руках, его случайно завалили, Как это бывает на войне, вы все знаете И мы должны полагать души за братьев Как он, как он Потому что мы познали, как он положил Так и мы должны полагать А то вырвут мы должны, как он Он не брал меча в руки, ни автомата, ни пистолета Никого не осуждал, ни злословил Там куча искажений в переводах А заповедь его та Чтобы мы веровали Заповедь и благовестия очень простая Чтобы мы веровали, заповедь Бога Отца Тут Иоанна Богослов Я же пропускаю немножко, чтобы укоротить наш ролик Люди ж не любят смотреть часами А заповедь его та Чтобы мы веровали во имя Иисуса Христа Во имя Сына Его Иисуса Христа Сущего над всем, благого Бога, любовь И любили друг друга, как он заповедал нам Показал, явил и заповедал И кто сохраняет заповеди его Тот пребывает в нем И он в том А что он пребывает в нас И узнаем по духу, которого он дал А духа, которого узнать Если во мне дух Христов Вы знаете, по плодам Я люблю Я в духе и дух во мне Я радуюсь Я в духе и дух во мне Я в мире Я в духе и дух во мне Возлюбленные Будем любить друг друга Потому что любовь от Бога И всякий любящий рожден от Бога И знает Бога Знает, соединен с Богом Кто не любит, тот не познал То есть не соединен с Богом Потому что Бог есть любовь Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего Чтобы мы получили жизнь через Него В том любовь, что не мы возлюбили Бога А Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши Возлюбленные Если так возлюбил нас Бог То и мы должны любить друг друга Бога никто никогда не видел Если мы любим друг друга То Бог в нас пребывает И любовь Его совершенно есть в нас Если мы любим друг друга Только то Бог в нас пребывает Никогда мы постимся, молимся Беснуемся, ставим свечки Еще там, что только не делаем Заканчиваем семинарии Читаем много книг Даже Евангелия Нет, если мы любим друг друга То Бог в нас пребывает Изучаем все священное писание Сотворяем какие-то ненужные, никчемные служения Нет, когда мы любим друг друга Да, любим мы делами какими-то Вот вопрос Кому-то твое дело хорошо или нет Если кому-то твое дело есть польза Это любовь Потому что любовь Это доставление счастья Это делание человека счастливым Счастливым, радостным Все, ой, любовь бывает разная Я его облечу Осужу И это будет моя любовь Где ты такую любовь видел в Евангелии? Господь сказал Заканчивая свое И тираду о всех неверующих Вы помните Я вам показал в Евангелии от Иоанна Что он никого не судит Он даже не судит тех, кто услышал И уж тем более, кто не слышал Бог никого не судит Он благотворит всем Всех любит Если мы начнем только судить Осуждать И злословить Все, весь мир скатится тут же В тартарары Только за счет таких истинных христиан Которые любовью являли Евангелие В этот мир Веры Долготерпением В скорбях В гонениях Только такие христиане являли И несли истинное Евангелие Несмотря на все искажения людские Которые пытаются подменить там бумажки Предания, традиции, обряды Что мы пребываем в нем И он в нас Узнаем из того, что он нам от Духа своего А Дух я вам сказал Дальше Павел говорит А Дух Святого узнаем по плодам Все очень просто И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог И уверовали в нее Мы уверовали в любовь Я не знаю, кто там во что верует в Евангелие Я лично уверовал в любовь Я прочнул Евангелие И все, и мое сердце разорвалось Я уверовал в любовь Божью Я не в судью уверовал Ни в сатану Ни в обличителе Ни в злословителе Ни в великого разума Ни в брахмана Ни в бытие Ни во что угодно Я уверовал в личностного Бога Который есть Иисус Христос Сущий над всем Бог Бог есть любовь То, что мы уверовали в нее И этот Бог есть любовь И пребывающий в любви Пребывает в Боге И Бог в нем Вот оно причастие Уразумели апостолы Уразумели Любовь до того Совершенство достигает в нас Что мы имеем дерзновение В день суда Потому что поступаем в мире Этом, как Он Как Он Мы поступаем Мы живем только Евангелие Мы не живем ни Павлом Ни Кифом Ни Петром Ни Яковом Ни Иудой Ни Богородицей Ни Святыми Ни Дядей Степой Ни соседей Ни Христолюбцами Мы живем только Христом И поступаем в этом мире Так, как Он поступал В любви нет страха Но совершенная любовь Вон изгоняет страх Потому что в страхе есть мучения Боящийся Несовершенен в любви Христолюбец Который любит Христа И подвизается в любви Ничего не страшится Ему ничего не страшно Ни жизнь Скорбная Ни смерть Ни искушение Ни сатана Ни бесы Потому что Где есть Дух Святой Там нету места никому Где есть свет Там нет места тьмы Где сияет лампочка Вы прекрасно знаете Тьмы не существует Существует место Где нет света Если в тебе свет То никакой тьмы В тебе нету Будем любить Его Потому что Он Прежде возлюбил нас Кто говорит Я люблю Бога А брата своего ненавид Тот лжец Ибо не любящий брата своего Который вид Как может любить Бога Которого не видит И мы имеем От нее такую заповедь Заповедь Чтобы любящий Бога Любил и брата своего Все Ну и давайте Уж не забудем Нашего любимого Апостола Павла Ибо христианство И так стойте в свободу Которую даровал нам Христос Вот оно Благовестие Действительно Учеников Христовых И не подвергайтесь Опять егу рабства Рабства чего? Культа Кто знает послание К галатам Именно об этом Не вкушай Не прикасайся Соблюдай праздники Твори внешние милостыни Десятины И тому прочую ерунду Вот я Павел говорю вам Я Павел говорю вам Если вы обрезываетесь Переведите на современный язык Креститесь Не будет вам никакой пользы От Христа Только Сейчас мы скажем Если в тебе любви нету Еще свидетельствуй О всякому человеку Крестящемуся Ну обрезывающемуся Что он должен исполнять Весь закон А то вот эти там Бородачи Небородачи Какая разница Что у тебя на лице-то Соблюдай тогда Весь закон Че ты суббот Че ты повырвал Повырвал куски Что ты считаешь Ты свое учение лепишь Нас Бог освободил Стойте в свободе Во Христе Иисусе Вы оправдывающие себя законом Остались без Христа Отпали от благодати Все кто опять этим Новым законам Божьим Оправдывается Они все остались без Христа Отпали от благодати А мы А мы Христолюбцы Духом ожидаем И надеемся Праведности От веры Мы поверили Приняли в себя Дух Святой Со всеми его дарами И подвязаемся Взращиваем Возделываем Как Господь сказал И храним То что он в нас Взращивает Мы возделываем Господь Взращивает И мы сохраняем Это и есть праведность Ибо во Христе Иисусе Христианство Не имеет силы Ни обрезания Ни обрезания Ни крещения Ни некрещения Но вера Действующая любовью Христианство Иисус Христос Во Иисусе Христе Потому что все мы Во Христе Иисуса Крестившиеся То есть Вошедшие в церковь То есть церковь Жизнь в церкви Это есть вера Действующая любовью Во Иисусе Христе Люди То есть христиане Это люди верующие И вера их является, действует, проявляется любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Истине, а не людям. Какое такое убеждение не от призывающего вас? Малая закваска заквашивает все тесто. Ладно, это к свободе признаны вы братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг друга. Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себе. И этой любовью мы стяжеваем святого духа. Мы причащаемся Богу. Мы становимся с ним единым каким-то целым, непознаваемым. Плод же духа любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таких ничто не властно. Никакие законы, никакие культы, обряды, традиции и все прочее. Ну и вы помните слова, которые мы начали. Господь сказал, слово мое есть о том, что кто не ест тело моей, крови моей, не имеет жизни, а кто есть, пребывает во мне, я в нем. Если мы живем духом, то по духу и должны поступать. Поэтому, кто понимает эти слова, как сказал Господь, который есть суть дух и жизнь, и потом нам их уверующим разжевал на тайной вечере, научил нас, нам это явили еще и ученики пищи, да? То если мы живем духом, то по духу и поступать должны. А если мы живем по плоти, то плот не пользует немало и ничего нам не принесет. А те, кто живут духом, кто стяжали дух святого, кто на тайной вечере посидел, пусть сначала не уразумели, но уразумели позже, что в Иисусе Христе нет ни елены, ни удея, ни женского, ни мужеского пола, что там запарикардировались в этих храмовых сооружениях, там стены понастроили, и врата ада не одолеют. Вот там не одолеешь, правда, эти врата ада. Туда не попасть, в этот алтарь-то. Где ж там верные? Верные сидят, вот они, вот они, со Христом сидят верные, и созерцают Христа и всех христолюбцев. Все христолюбцы вот где собрались, а там разделили овечье стадо Христово. Поэтому чего я причащаюсь, я заканчиваю. Я причащаюсь Господа нашего, Иисуса Христа, сущего над всем благого Бога, любовь. И причащаюсь Его по вере однажды принявшей, крестившись Духом Своим Святым, делами любви. Вот чего я причащаюсь. Ибо у меня есть пример, как Господь мне показал. Он три раза снял с себя одежду. Первый раз, когда был на небе, так скажем, да, но понимаете, что Бог не на облачках живет. То есть, Господь, как хорошо написано, снял с себя верхнюю одежду, и мы прекрасно понимаем, что сначала Господь снял с себя свое божество и славу, вы помните, да, и сошел к нам на землю. Сокрыл свое величие, как апостол хорошо пишет, да, и за нами грешными сошел на землю. Второй раз уже во плоти и в одежде земной снял с себя. То есть, поэтому это плоть его, вкушающий плоть исповедующий, что Бог, великого благочестия тайна, Бог явился во плоти. Вот это снятие божественной славы, сокрытие ее в человеческие ризы, в скинью, как там по-гречески пишется, да, вот это, потому что скинья была обтянута, ее насилие, она была кожами животными обтянута. Это был образ Христа. Вот божество, принявшее эту скинью, вот это великого благочестия тайна, а не великого благочестия тайна, реинкарнация Христа в хлеб и вино. Великого благочестия тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, ибо показал, что Он сущий Бог любовь, не сотворивший никакого греха, а творя людям только благоденствие, и явивший славу Свою, воскресение Своем. Вот я причащаюсь этими образами. Господь абсолютное смирение, ибо сошел оттуда, снял с себя одежду, действительно, свое царство величия, потом которое оденет и явится в последний день, день суда. Второй раз явил, снял с себя верхнюю одежду и умыл любящим его, как могут ученикам ноги, и третий раз снял с себя уже эту одежду, эту скинью, и сошел в ад за грешниками, пошел даже до самых глубин ада. Вот кто такой Бог, вот что наше существо, вот что такое существо бытие, вот куда мы пойдем после смерти. Человек бессмертен. Мы проповедуем Христа распятого и воскресшего. Что не есть крест Христов, распятие Христа, как явление имени Бога, которое есть любовь. Причем максимальная любовь, которая вначале просто вот сошла за нами, уже какая любовь. Благотворила на земле, уже какая любовь. Уже хотя бы к неблагодарным и злым. И уже какая любовь даже к тем, кто ненавидит его. Он сотворил такие дела и отдал себя в жертву людям. Он нам принес себя в жертву. Каждому из нас. Он показал, что я готов на это. Я есть Бог, который есть любовь. И что такое воскресенье, как не образ чьего это имя. Ибо жизнь в самом себе имеет только Христос, имеет только Бог. Никто не может сам себя воскрести, кого убили. Господь давал силы, и праведники, и пророки. В разных народах были воскрешения. Даже не в иудейском народе, а в языческих. Господь воскрешал людей по какому-то своему промыслу. И каких-нибудь там и индусах, и индейцах, и в майях каком-нибудь. Все всякие были. Все это история знает эти. Но сам себе жизнь никто не может только Бог дать. Он показал воскресенье. Эти два образа, Христос распятый, и воскресший, говорят нам о том, что любовь есть природа мироздания. И это мироздание, Христос явившийся во плоти. Все. Поэтому мы любим. И образ воскресенья, это образ того, кто Бог, и что, в принципе, если Бог воскрес, это образ упования. Человеку, любящему, уже ничего не страшно. Бога никто не смог до этого убить. Все, что по его промыслу, когда надо, никто не мог к нему прикоснуться. Он сам отдал себе в тот день. Вот и все. Вот так вот, мои дамы и господа. Так что, пребывающий в любви пребывает в Боге. Ну все, на этом хватит. Всем я желаю познать истину, уверовать во Христа, как сущего над всем Творца, благого и неизменяемого в слове своем, нашего родителя, заботливого, нашего брата, нашего жениха. И просто любимого Бога. Любимого. Так что, кто любит Господа, тот уподобляется ему. Добровольно, бескорыстно, искренне, зная, что теперь я бессмертен, зная, что я вечен, зная, что теперь я не просто так собираю, я подвязаюсь в делах любви, меня червями закопают и черви поедят. Нет. Человек знает, что он бессмертен. И знание личностного Бога, это просто счастье. Будут счастливы, конечно, и какие-нибудь там и буддисты, и все, может быть, Бог им там найдет какой-нибудь уголок, кто жил праведно. Но жить с личностным Богом это счастье. Так что, вот так вот. Ну все, всех храни Христос, всех во Христе люблю, целую, обнимаю, лабызаю. Все мои каналчики наверху, кто не знает, все мои ссылочки для контакта внизу. Ну а справа, как всегда, будут какие-то тоже полезные ссылки, на мои каналы, плейлисты каналов. Все, храни Христос, всем мир, радость и любовь в Боге. Пока-пока.